Я не знаю, знаете ли вы или нет, но практически вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается с Дагестана. У нас один из самых больших ГЭСов в Дагестане. И так можно перечислять долго. Я думаю, что Дагестан это очень богатый регион. Но если посмотреть социально, мы живем очень бедно. Очередной вброс, фейк. Я-то о таком ничего не знаю, во всяком случае. Приветствую, друзья. И сегодня мы поговорим об одном новом одиозном высказывании известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Он выступал на марафоне «Новое знание». Это просветительский марафон перед молодыми людьми. Был там спикером и заявил о том, что Дагестан обеспечивает электроэнергией чуть ли не всю западную часть России. Что же не так с этим высказыванием и почему общественность просто накинулась на Хабиба после этого заявления? Конечно, основная причина столь бурной реакции – это то, что утверждение в корне неверное. Причем, что любопытно, на него отреагировали совершенно разные силы. В одном ряду там находятся такие издания, как «Царьград», внезапно любимая газета Владимира Путина «Комсомольская правда» и блогер Варламов. И еще многие другие. Ну, давайте же сейчас будем разбираться, какое реальное положение делал с обеспечением электроэнергии в Дагестане. Итак, ситуация с дагестанским электричеством оказалась действительно интересной. Во-первых, Дагестан является крупнейшим должником и оплачивает примерно 6% от поступающего электричества. В данный момент долг населения составляет примерно 7 миллиардов рублей. Это только долги физических лиц. Если мы будем брать еще и предприятия, и все остальные долги, то сумма будет примерно около 14 миллиардов рублей. При всем при этом сам Дагестан не может обеспечить своей выработкой электричества даже собственные нужды. Например, за 2020 год Дагестан потребил почти 6,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а произвел 3,77 миллиарда. То есть, выработка Дагестана перекрывает свои потребности не более чем на 60%. Ни о каком снабжении всей европейской части России здесь не может быть и речи. Как-то так-то. В общем, с дагестанским электричеством, я думаю, мы разобрались. И я думаю, теперь понятно, что это, конечно же, что-то близкое к фейк-ньюс. Но, конечно же, ни за какие фейк-ньюс Хабиба привлечь не могут, ну и не должны. Потому что фейк-ньюс считается лишь, когда ты заранее пытаешься вести кого-то в заблуждение. Здесь же очевидно, что это совершенно искреннее незнание вопроса. Возможно, просто какие-то слухи, услышанные там в спортзале. Это просто фейковый вброс, о котором мне вообще ничего не известно. Я от вас это впервые слышу. При всем при этом, Комсомольская правда, Царьград и Варламов, помимо огромного количества цифр, где они доказывали неправоту Хабиба, это у всех примерно одинаково, они еще критиковали его с других различных сторон. Например, Комсомольская правда увидела в этих словах нотки сепаратизма. Дескать, противоставление Республики Дагестан и остальной России. Например, в Царьграде же припомнили большое количество стубальников по ЕГЭ из Дагестана, а также долги, о которых я уже говорил, перед другими регионами за электричество. Кстати, когда речь зашла о долгах Дагестана, Царьград тоже совершил такую небольшую ошибку, заявив то, что Дагестан должен 7 миллиардов долларов. Ну, на самом деле, это, конечно, дико неподъемная сумма, и реальное число в 73 раза меньше, 7 миллиардов рублей, что тоже, конечно, немало. Но все-таки, журналисты, будьте внимательнее. В итоге, что хотелось бы сказать. В целом, выступление Хабиба на этом форуме «Новые знания» в принципе, на самом деле, весьма неплохое. Я, как человек, который давно следит за его карьерой, могу сказать, что с возрастом он стал действительно умнее, рассудительнее. Но вот такие вот глупые ошибки он, к сожалению, допускает и продолжит допускать, потому что человек всю жизнь провел в спортзале, и у него очень большие пробелы в знании. К сожалению, рассуждать об энергетике, ну, еще рановато. И пока что Хабибу лучше удается рассуждать об энергетиках, той отраве, которую он рекламирует, и амбассадором которых он является. А в целом, для государства, привлечение спортсменов на подобные мероприятия или в качестве управленцев, это очень плохой знак. И хотелось бы, чтобы известные спортсмены после выхода на пенсию становились тренерами, спортивными функционерами, но только не депутатами и учителями. Очень бы этого хотелось. Закончить свой ролик хотелось бы цитатой, которая была произнесена в Швеции в 1932 году. «Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи, остальные представители умственного труда, уезжает цвет народа, интеллигенция, то потом в такой стране правительными становятся бизнесмены, политиками становятся плебеи, проходимцы с улицы, а депутатами парламента – базарные спекулянты, спортсмены и артисты». Харс Энсон, 1932 год. Как удивительно это подходит к современным российским реалиям, не правда ли? Такие вот на сегодня дела, друзья. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова